что доброй сказке ходит дом как выносит на земля пишут мелкие мужчины пел ли ваши песни Кобзон Вообще ни одна из песен на мои слова не входила в репертуар многочисленных концертов Иосифа Давыдовича Кобзона Казалось бы, мои тексты и по содержанию и эстетически далеки от его твёрдой генеральной линии Но наших с ним совместных работ хватило бы на полноценный диск Я вас уверяю С некоторыми из них я вас сейчас и познакомлю В 1971 году режиссёр мультфильма «Бременские музыканты» Инесса Ковалевская пригласила композитора Владимира Шаинского и меня написать две песни к мультфильму с небросским названием «Катерок» Первая песня «Чунга-чанга» стала хитом сразу же после выхода фильма А вторая Вторую, по-моему, вообще никто не заметил Заметил только один человек Иосиф Кобзон Именно он так спел её, что композиторское сообщество наконец-то признало Владимира Шаинского профессиональным композитором Так как видеоряда этого исполнения у меня нету то я решил вставить в ткань мультфильма вместо голоса Аида Ведищевой и детского хора мягкий баритон Иосифа Кобзона Синяя вода В поле без следа Без конца и края Синяя вода Ты спешишь куда? Ты спешишь куда? К морю синему Там, где волны сильные Там, где волны сильные Плещутся всегда К морю синему Поскорей неси меня Поскорей неси меня Синяя вода Синяя вода Синяя вода Синяя вода Ты спешишь куда? Ты спешишь куда? Ты спешишь куда? Синяя вода Песня ветерка К морю синему Поскорей неси меня Поскорей неси меня Синяя вода Мы с композитором Давидом Тухмановым Задумали создать цикл Игра в классики Тухманов выбирал самые известные мелодии Без слов лучших мировых композиторов А я взялся сочинять к ним тексты Моя фантазия разыгралась Мы сочинили как бы 12 новых песен В современной аранжировке Но самые отвязные слова Я написал к популярной мелодии Антона Рубинштейна И кто же с удовольствием взялся Исполнить именно этот наш прикольный опус? И где же? Конечно же, Кобзон И конечно же, в Кремлевском дворце И конечно же, на моем юбилейном концерте Песня называется «На пароходе» Антон Рубинштейн На пароходе Антон Рубинштейн Волк и овечка в вальс танцевали Слон виртуозно играл на рояле Лев разливал глинтвейн Зебра у тигров имела успех Ей комплименты делали тигры Заяц с лисою затеяли игры Всюду веселый смех Жить хорошо и приятно на свете Звери плясали и пели, как дети Солнце светило, весело было На пароходе Антон Рубинштейн Вечер настал и светило померкло Но засверкали огни фейерверка Слышались долго крики восторга На пароходе Антон Рубинштейн Вышел Антон Рубинштейн на простор Звери все вместе дружно запели Именно так и возник в самом деле Лучший на свете, лучший на свете Самый лучший хор Самый лучший в мире хор Антон Рубинштейн Антон Рубинштейн Антон Рубинштейн 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 Юрий Энтин В легендарном спектакле Марка Захарова «Тиль» есть сцена, где свободолюбивый главный герой за провинности отправляется просить прощения к папе Римскому. Его невеста Нелли Инна Чурикова собирает «Тиля» Николая Караченцева в дорогу, и он запевает нашу с Геннадием Гладковым песню под названием «Я больше не буду». Но так получилось, что вместо моей песни в спектакле прозвучала совсем другая. Прошло много лет, и вдруг эта никому неизвестная песня появилась на диске Иосифа Кобзона. Откуда он узнал эту мелодию и слова? И почему именно эта почти диссидентская по тому времени песня была выбрана Кобзоном для исполнения? Короче, после сцены разговора Тиля и Нелли я поставлю диск Кобзона, и вы услышите эту неспетую тогда песню мою. Ну, ты будешь себя вести в пути к благоразумным? Нет. Ты не станешь задираться и поясничать? Стану. Ты не будешь кутить в каждой харчевке, которую повстречаешь? Буду. Ну, слава Богу, тогда я с тебя спокоен. Не заявили воспитатели, что я нуждаюсь в эскулапе. Обычно посылали к матери, а вот теперь послали к папе. О, папа, прости, грехи отпусти. Я верю в Иисуса, а вовсе не в буду. Я стал уже взрослым, я больше не буду. Мне погрозили власти пальчиком, и я отправился в дорогу. Теперь послушным буду мальчиком. В общем, справедливость восторжествовала. Недавно у меня в Фейсбуке в выпуске про стихотворные автографы вы могли увидеть и услышать такое. Все дела на свете, бросив эти песни, пой, Иосиф. Иосиф меня послушался и спел с детьми одну из лучших моих песен именно из этой книги. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой. Куда по свету белому отправиться с утра? Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба ведет себя не как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов. Не забывай, что эта жизнь не детская игра. Ты прочь, гони соблазны. У свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь, гони соблазны. У свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Я очень надеюсь, что из этого выпуска вы узнали нечто новое об Иосифе Кобзоне и обо мне. Жду новых вопросов из зала.